Нынешний год чётный, а значит, в столичном комплексе «Крокус Экспо» должен вовсю греметь московский международный автосалон. Но нет, вместо него сейчас проходит скромная выставка MIMS Automobility Moscow, которую принял экспоцентр на Красной Пресне. Чисто автомобильных экспонатов здесь набралось совсем немного, а основную часть экспозиции заняли производители и продавцы автозапчастей. Из локальных игроков присутствовала только группа «ГАЗ», арендовавшая несколько стендов. Зато весьма активно выступили представители иранского автопрома, которые привезли буквально всё, чем только может гордиться Исламская республика. Это и технологии, и компоненты, и, собственно, автомобили. Так небезызвестная россиянам фирма Iran Hodra, которую сами иранцы непонятно почему именуют IK Co, привезла весьма симпатичный седанчик Taro, по формату напоминающий Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. Мы привыкли, что все творения этой марки базируются на древних французских платформах. Но Taro — приятное исключение. В её основе лежит относительно свежий Peugeot 301 образца 2012 года, которому ближневосточный производитель организовал фейслифтинг. Машины радуют актуальным дизайном, аккуратной сборкой и современным интерьером — под капотом скрывается 113-сильный атмосферник 1.6 серии TU5, с которым могут быть состыкованная пятиступенчатая механика или шестидиапазонный автомат. Последний поставляют китайцы, а вот всё остальное исключительно иранского происхождения. Так что заявленный уровень локализации аж 95%. И это — великолепный показатель, к которому нужно тянуться российским автозаводом. На своей родине этот седан стоит порядка 19 тысяч долларов, то есть около 1 миллиона рублей. В ближайшее время фирма обещает провести сертификацию новинки, а затем объявить актуальные для России цены. А ещё Иран Ходро готов предлагать не только готовые автомобили, но и отдельные компоненты. Например, двигатели собственного производства, в числе которых имеется даже турбомотор объёмом 1,7 литра. Этот агрегат иранцам помогла разработать именитая немецкая компания FEV, а за основу компаньоны взяли всё ту же французскую четвёрку серии TU5. На выходе получился движок с распределённым впрыском, выдающий до 160 сил. Правда, предложить разработку, пожалуй, некому. По своим характеристикам ирано-французско-немецкий продукт подходит только автомобилям Lada, но АвтоВАЗ вряд будет ли согласиться закупать такие ДВС. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова